Детские пособия – одна из самых действенных мер поддержки населения со стороны государства. Выплаты на первого и второго ребенка, начисления беременным женщинам, одиноким родителям, многодетным и малоимущим. Льготных категорий много, и ранее для расчета суммы каждой были свои требования. Чтобы не возникала путаница с документами, проверками, расчетами, по поручению президента России Владимира Путина началась работа по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми и не только. С 1 января 2023 года предложено ввести единое универсальное пособие, которое будет охватывать малообеспеченные семьи с учетом всех жизненных ситуаций. Федеральным законом о 21 ноября 2022 года номер 455 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, с 1 января 2023 года в России введено единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Новое пособие смогут получить женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, а также семьи с детьми до 17 лет с доходом не выше одного регионального прожиточного минимума на человека, который по Московской области составляет 16 223 рубля на душу населения. Размер пособия установлен в зависимости от дефицита обеспеченности семьи. Размер универсального пособия составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума, то есть примерно от 7 до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.